И снова замахнулся на Уильяма нашего Шекспира. Академический театр драмы имени Виктора Савина новый сезон начинает с трагедии «Король Лир». Над этой постановкой работает Линас Зайкаускас, уже известный своими постановками в нашей стране. В Сыктывкар он впервые прибыл в мае, а вот репетиции начались только-только. Сразу предупредим, спектакль в понимании литовского режиссера не классический, без пафоса, гламура и лоска. При минимуме декораций и максимуме природы – камни, земля, вода – все настоящее. К слову, сами герои-актеры, как говорится, ближе к земле, а «Король» вовсе похож на обычного мужика. Его, кстати, играет Борис Лагода, который, по мнению режиссера, с этой главной роли справляется ничуть не хуже мировых звезд. «Король Лир» – это же такая традиция мирового театра, в котором в спектаклях и фильмах играли самые-самые выдающиеся актеры. Это и Пол Скофилд, и Энтони Хопкинс, и Константин Райкин. И мне очень приятно, хотя еще есть целая практически неделя до премьеры, заявить, что Сыктывкарский «Король Лир», то есть Борис Лагода, ничуть не хуже будет играть эту роль и интерпретировать эту роль, чем вот все эти выдающиеся фамилии, которые я упомянул. Актеры театра драмы отметили необычный подход к работе Линаса Зайкаускаса, который заставил их по-новому посмотреть на Шекспира и на свою игру. Меня удивил, поразил тот спектакль, в котором я работаю. Я каждый раз для себя что-то новое открываю. И вода, и камни, и нечеловеческие отношения между сестрой, когда мы готовы в глотку вцепиться. Я даже не подозревала, что я вообще могу быть такой. Я для себя самой неожиданная, но я, оказывается, могу схватить за любовника топор и расчленить, если это нужно. Представляете, до какого градуса доводит нас режиссер, и мы получаем от этого удовольствие. Короля Лира желательно смотреть подготовленным людям, подчеркивает Линас Мариус. Постановка непростая, это спектакль Ребус, кроссворд, над которым необходимо размышлять. И обязательно надо досмотреть до конца. Только так можно получить ответы на вопросы. Премьерные показы состоятся 29 и 30 сентября. Кстати, возрастное ограничение спектакля 18+. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!